МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день. Рой, ну, причины популярности твоей в России очевидны. Всем русским поклонникам бокса нравился и нравится твой стиль бокса. Как поется в нашей песне русской и подраться весело. Тебе по-прежнему весело в бою или с течением времени это стало рутиной? Я очень люблю, очень люблю драться, и мне нравится... В какой-то момент, конечно, это стало рутиной, когда я вернулся из тяжелого веса. Да, в какой-то момент это стало рутиной. Но сейчас я поставил себе новые цели, и сейчас мне совершенно не скучно. Рой, вот в одном из роликов, которые я видел твоих, там говорились такие слова. Когда я в ринге, то готов убивать и умирать. Но нам кажется, что это не совсем подходит к твоему стилю, потому что хоть ты и панчер, но не выглядишь таким уж кровожадным в ринге. Во-первых, я боец. Я пытаюсь отправить человека в нокаут, в нокдаун. Но я, конечно, не хочу никого обидеть, но при этом я хочу выиграть бой, хочу сбить человека с ног. Я просто помню момент, когда несколько раз ты боксировал со старыми заслуженными бойцами и откровенно жалел, давал боксеру пройти всю дистанцию боя. Да, это действительно так. Я даже говорил рефери иногда, я не хочу никого обидеть, может быть, просто прекратить... Я хочу просто на время кого-то обидеть, но не полностью, чтобы были какие-то последствия неизбежные. Что-то личное было в боях с твоими соперниками у тебя? Что-то возникало личное к сопернику? Нет, никогда ничего личного не было. Всегда я рад, что Бог одарил меня этим даром. Я хотел показать этот дар, и я хотел развлекать людей, моих фанатов. Поэтому ничего личного никогда не было. Хотя был один момент, второй бой с Гриффином. Да, второй бой с Монтелло Гриффином, там, конечно, журналистам удалось зацепить тебя лично. Да, на самом деле, дело не журналисты, а Гриффин сам по себе зацепил меня. Володь, в чем сверхидея приезда Роя Джонса в этот раз в Москву? Есть три вещи, на которые я готов смотреть бесконечно. Горящий огонь, текущую воду и Баирой Джонса. Я получил предложение от него самого. И убедились в том, что он готов, он в очень хорошей форме. Гораздо лучше, чем складывалось перед боем с Лебедевым. И это фантастическое счастье, то, что мы сейчас здесь вместе. Или это вопрос? Рой, вот мы обещали не задавать традиционных вопросов, и тем не менее, все-таки нельзя обойти, говоря о твоей спортивной карьере, Олимпийский Сеул и поражение Пакси Хуну. Как ты пережил это? Да, тебе вернули золотую медаль спустя столько лет, но как боец ты же прекрасно чувствуешь, что это не совсем то. Когда руку подняли у твоего соперника, это совсем не то. Да, кстати, медаль меня никогда не вернули. Золотую медаль меня никогда назад не отдали. Единственное, что они сделали, в тот момент это определило мою жизнь. Я знал, что если не получу золотую медаль, я буду еще злее. Мне придется еще больше бороться, чтобы доказать, что я лучше всех. На самом деле, после того случая, я стал профессионалом. Я хотел стать лучшим боксером в мире. Все. Самым лучшим актером. Так что, в принципе, это сыграло на руку. То есть, никакого осадка у тебя не осталось, повлиявшего на твою будущую карьеру? Ну, конечно, есть определенный осадок, потому что никому не было дела до того, что произошло. Никто не пытался решить проблему. Но, тем не менее, тебе же дали приз Вэлла Баркера. Это редкий случай, когда неолимпийскому чемпиону присудили приз лучшему боксеру турнира. Да. Не золотой медалист, но премию дали. Премию за лучшего боксера. Тогда почему я, собственно, не получил золотую медаль, раз я лучший боксер? Логично. Продолжаем олимпийскую тему, тему любительского бокса. Мы сейчас тебе покажем фотографию, очень любопытную. Что ты можешь сказать о ней, вспомнить? Сейчас. Вот эта фотография, 86-й год. Игорь Ружников. Помнишь этот бой? Что это был за бой? Ты помнишь события этого поединка? Да. Отличный был бой, очень ближний, в Москве. Я, на самом деле, не думал, что получится так. Он отличный боец. И это был мой первый международный опыт. Поэтому мне очень понравилось. Телезрителям напомним, что это было фото с турнира «Игр доброй воли» в Москве в 86-м году. В финале Игорь Ружников, наш чемпион мира, член сборной Советского Союза, тогда выиграл бой у Роя Джонса. Но тогда Рой еще не был легендой мирового ринга. 17 лет был Рою тогда. И мне кажется, что Рой проиграл Игорю не в финале, а в полуфинале. Ну ладно, продолжим опять-таки олимпийскую тему. Вот Игорь Ружников тоже попытался стать профессионалом, но, как говорится, не получилось. Мне хотелось бы знать, что ты думаешь, Рой, о новой генерации российских бойцов, которые по большому счету являются сейчас главными желанными фигурами на HBO. Это Сергей Ковалев, Евгений Градович и Руслан Проводников. Что ты думаешь об этих ребятах? Эти ребята действительно прогрессировали очень хорошо. Они вышли из любительского спорта. Я думаю, что тот парень, как его зовут? Костя Цзю, собственно, выложил путь, чтобы эти ребята могли выйти из любительского спорта. И сейчас, поскольку они действительно этим занимаются, они превращаются в отличных чемпионов. Но, обрати внимание, Рой, все три вышеназванных парня, они боксируют и тренируются в Соединенных Штатах Америки. То есть, можно сказать, что Америка, объединяясь, как бы синтезируя российский фирменный стиль вместе с американским, дает вот такой эффект? Ну, я не знаю, что это, но раньше Америка, Куба и Россия были три страны, где любительский спорт был наиболее популярен, наиболее сильные спортсмены были. И это давало профессиональное чувство. А потом люди становились профессионалами. А сейчас в России любители занимаются спортом даже лучше, чем профессионалы в Америке. Ну, и то же самое с Кубой. Продолжаем олимпийскую тему. Мы сейчас покажем тебе кадры великого советского боксера Виктора Агеева. Что ты слышал об этом боксере? Вот Владимир Викторович Хронов лично знаком с Виктором Петровичем Агеевым. Этот боксер немножко, ну скажем, предопределил стиль, который ты показывал гораздо позже. Вот на экранах звезда бокса 60-х, двукратный чемпион Европы Виктор Агеев, который называли Моцартом боксом. Он работал в такой же открытой стойке, как и ты. Вот посмотри, пожалуйста, что ты можешь сказать об этом боксере. Слышал ли ты о нем? Я слышал о нем, но не очень много. Он был отличный, отличные рефлексы, очень быстрые. И мне нравились многие вещи из того, что он показывал на ринке. Он не стоял прямо перед своим оппонентом, и это мне больше всего нравится. И еще он панчер. Да, мы это видим. Владимир Викторович, прокомментируйте, пожалуйста. Связь поколений. Виктор Петрович Агеев, да. Я думаю, что очень сильно сказалось то, что не было у боксеров во времена Советского Союза возможности выступать в профессионалах. Так бы мы, конечно, бы слышали гораздо больше. Рой бы знал бы гораздо больше. Я не сомневаюсь, что Виктор Петрович Агеев в профессиональном ринге бы 100% был. И не только он. И не только он, да. Но сейчас времена меняются, и мы, к счастью, в субботу увидим бой Роя Джонса в нашей арене. Виктор Петрович Агеев будет присутствовать в качестве президента Федерации персонального бокса России. Рой, вот тебя можно уважать уже было и в середине еще 80-х за то, что ты такую конкуренцию выиграл. В конце 80-х в среднем весе в Америке собралась потрясающая компания. Это и Фрэнки Лайлз, и Тим Литтлс, и Рэй Маккелрой, и Джеральд Маклелленд, и Томас Тейт. Вот таких людей ты опередил и попал на Олимпийские игры. Но ты после боя второго с Тарвером говорил, что у тебя был опыт попадания в нокаут еще в любительском, во время любительской карьеры. Не раскроешь секрет, кто это был? Кому посчастливилось великого Роя Джонса отправить в нокаут? В любителях. На самом деле, в любительском спорте никто меня в нокаут не отправлял. Был Рой Клок, такой парень в моей команде дома. Он очень большой парень был, и он очень сильно бил. Поэтому он стукнул меня в затылок и вырубил меня. Но это, кстати, было очень забавно. Я даже не видел его. Просто я стоял к нему спиной, но он вырубил меня. Вот тогда я был еще в любительском спорте, но это было не соревнование. Ну вот Фрэнки Лайлс пытался, но так и не смог отправить меня в нокаут. Ты же по мальчикам побеждал Тарвера. Ваши пути пересекались. Да, Тарвер не мог меня тогда побить, и сейчас не может. Просто однажды, и люди, я думаю, это поняли, у меня были титулы полутяжелые, легкие. Но очень сложно было вернуться и получить снова титул чемпиона в легком весе. И после того, как я вернулся, для меня самая сложная задача стояла. Потому что я был очень слаб, я потерял энергию, но при этом я снова победил его. А потом я снова вернулся. Такой цели передо мной уже не стояло, потому что я уже был чемпионом. И я, собственно, не ставил цели победить. И поэтому меня отправили в нокаут. Собственно, не было у меня той задачи, за которую ты борешься. Когда у тебя нет цели, почему ты борешься, сейчас вот у меня есть новая цель. И это помогает побеждать. Ну, это бой с старыми профессионалами, мы попозже об этом поговорим. Давай вспомним еще об одном нокауте. Твой бой с Денисом Лебедевым. Бой окружен таким скандальным ореолом. Часть зрителей считает, что Денис против правил тебя ударил. А другие говорят, что ты сымитировал падение, то есть был бы договорной бой. Давай проясним эту ситуацию, раз и навсегда, для зрителей, для оппонентов, той точки зрения, что все было честно. Нет, я ничего не имитировал. Я не скажу, что это был очень справедливый бой. Но на самом деле ошибки у рефери были. Вот тот удар не должен был случиться. И это ошибка рефери. Этого не должно было произойти. Но этого удара никогда бы не должен допустить рефери. Это ошибка рефери. И Дениса. Без сомнения, Стив Смугер ошибся. Тут просто нет никаких сомнений. Но скажи просто в эфир сейчас. Денис Лебедев ничего нечестного не делал. Он поступил правильно. Поскольку рефери не дал команду об остановке боя. Рефери должен был его остановить. Вот там вот рефери должен был остановить его. А вот, а он не остановил. Это ошибка рефери. Как ты считаешь, если бы не нокаут, ты бы выиграл тот бой? По очкам ты вел, ты чувствовал? Да, я бы выиграл тот бой. Рой, вот редкий довольно случай произошел. Вот менеджер твоего противника. И в то же время, насколько я могу судить, вы стали достаточно близкими друзьями. Вот скажи, кому пришла идея провести бой в Москве после 15-месячного перерыва в твоей карьере? Я дружил с промоутером еще до боя с Денисом Лебедевым. Поэтому из-за этого боя я не то чтобы перестал дружить с ним. И плюс меня любят российские фанаты. И я люблю российских фанатов. И поскольку они так сильно меня любят, я не тот парень, кто останавливается. Как вы, может быть, заметили на Олимпийских играх, я не получил золотую медаль, но я при этом не ушел. Ничего не может меня остановить, ничего не может... Просто может быть новая мотивация. Сейчас у меня новый тренер, новая мотивация. Поэтому я поднялся с того места, где я закончил. И я бы приехал снова. Пусть Владимир прокомментирует эту же ситуацию. Нет, ситуация в том, что мы все это время что-то делали, что Рой Джонса любят в России. И он позволяет своим поведением, сделанным ранее, и тем, что он продолжает делать, наслаждаться. Это и есть, то, собственно говоря, что есть его величество бокс. Это один из символов этого вида спорта. Это человек, который представляет бокс, представляет спорт и служит примером для многих. Это счастливая возможность, что у нас пройдет бой в субботу. Я даже не уверен, что Рой до конца понимает, как его любят в России. Дело в том, что я не помню такого случая, чтобы в бою с русским боксером 60% зрительного зала, мы даже были удивлены с Алексеем, болели не за Дениса Ребедева, а за Роя Джонса. Да, это было очень здорово. Тогда я понял, что действительно фанаты у меня замечательные здесь, потому что из-за той поддержки, которую я получил в тот бой. Рой, скажи, пожалуйста, как ты считаешь, правильно ли это, если бы, например, в Америке болели бы за соперника американского боксера? Как ты считаешь, правильно, корректно ли это болеть за зарубежного боксера, а не за своего? Да, это на самом деле хорошо, потому что это означает, что они любят спорт, что они ценят спортсмена превыше всего. А в Америке насколько зритель объективно болеет? Я слышал, что американцы, если выигрывает зарубежный боксер, а не американец, но если он делает это правильно, честно, то публика начинает перестраиваться и болеть за гостя. Правда ли это? Или не всегда? Да, они не любят боксера так много. Ну, на самом деле, бокс, наверное, не самый чистый в этом определении спорт. Россиянам нравится спорт, а американцам нравятся спортсмены. Они скорее будут следить за тем, кто сейчас победитель. То есть, если ты один из победителей, они будут с тобой. Иногда им нравится кто-то конкретный, и неважно, с кем он борется, они всегда будут говорить, что он всегда прав, а он может даже ошибаться. Поэтому их отношения немножко отличаются. Но российские фанаты, они скорее как европейцы. Они любят сам бокс. Им без разницы, как тебя зовут. Им важно, хорош ты или нехорош, потому что им нравится спорт. У меня снова к Владимиру вопрос. Вот мы с Алексеем, как бы признавая это, нельзя это отрицать, что ты, наверное, самый крупный и известный промоутер и менеджер в российском боксе за последние 20 лет, вернее, за 20 лет существования профессионального бокса, все-таки промоутеры бывают разные, менеджеры. Бокс для одних шоу-бизнес прежде всего, для третьих спортивная составляющая, для других возможность заработать деньги. Как ты, что для тебя бокс прежде всего? Знаете, я думаю, что нужно служить тому, чем ты занимаешься. И твое отношение к этому, оно, собственно, и генерирует интерес других людей к твоему труду. Сейчас, к сожалению, у нас немножко мало времени было подготовиться к этому бою. Фактически две недели назад мы его анонсировали. Но, тем не менее, я не сомневаюсь, что арена будет полная. Мы предоставим места, очень много будет детей из детских школ. Кто уже сейчас начал заниматься боксом. Это реальный мотив и способ. Для меня это машина времени, да? Когда дети имеют возможность увидеть в живую бой Рой Джонса. Каждый из них, это революционно. В его голове, что случится в этот момент. Каждый из них будет хотеть стать таким же. Провести такую же жизнь, какую ведет Рой Джонс. Я думаю, что такие ивенты они генерируют для нас с вами такую счастливую возможность. Представляете, вчера сидит Дмитрий Чудинов, он подошел ко мне и говорит, постоянное ощущение, что мне это снится. Он на пресс-конференции рядом с Рой Джонсом. Он с ним на одном ринге. Это способ, я не знаю, воссоздать или создать культуру именно профессионального бокса. Здесь, в России. И большое спасибо Рою, что он в этом всем принимает участие. Рой, к Владимиру Хрюнову очень разные отношения в России. Очень полярные точки зрения. Что ты можешь сказать о нем, как о своем товарище, братье по ремеслу и как менеджере? Что тебе нравится в Владимире и что не нравится? Пока мне нравилось все, что мы делали вместе. Были, конечно, конфликты каждый раз. Но я тоже понимаю, что он занятой человек. Есть какие-то проблемы, которые он должен решать. Каждый из нас держит слово, и в конечном итоге все хорошо. Поэтому я очень рад, что мне удалось посотрудничать с ним, потому что пока он держал свое слово всегда. Пока он держит слово, все отлично между нами. Какая самая трудная черта Владимира, с которой вам приходится мириться? И, соответственно, Володь, черта Роя Джонса, с которой приходится мириться и работать вместе, гармонично? Первое, когда мы с ним вдвоем, первое, на кого обращают внимание женщины, это Рой. И твоя точка зрения на мой вопрос. Какая черта самая трудная в работе с Владимиром? С чем приходится мириться тебе, работая с Владимиром, чтобы создать гармоничный союз? Нужно его постоянно притормаживать, чтобы он делал все то, что он обещает. Потому что он очень быстрый, и он забывает иногда то, что обещал сделать. Поэтому я ему говорю, так, ты обещал, сделай вот это. И он говорит, да-да-да, я забыл. Вот это самая сложная часть. Что ты можешь сказать, краем глаза, наблюдая за российским бизнесом боксерским, в чем особенность его? Все-таки ты уже много лет ездишь к нам. Какие минусы, какие плюсы, как профессионал? Преимущество, поскольку очень сильный любительский спорт, ты понимаешь, что будет много профессионалов. Просто вопрос в том, чтобы они попали в этот мир. Пусть люди их увидят, пусть люди их запомнят. Например, Ковалев или Проводников. Я, например, слово Проводников, имя Проводникова никогда не мог выучить. Но вот сейчас я его узнал, и сейчас главное для них это продолжать двигаться вперед. И я думаю, что они профессионально вырастут очень хорошо. А по поводу организации, что ты можешь сказать? По поводу пресс-конференции. Насколько профессионально задают вопросы у нас журналисты? Или все-таки на Западе или в Америке это делают лучше? Ну, я не думаю, что на Западе лучше. Я думаю, что здесь ребята отлично работают. Люди действительно первоклассно работают. Поэтому мне нравится сюда приезжать, потому что я вижу, как получается их работа. Я всегда подсказываю, например, делать это так или не так. У нас, понятное дело, больше опыта, потому что мы занимаемся профессиональным боксом в Америке гораздо дольше, чем здесь в России. Поэтому мы всегда подсказываем, и мы помогаем людям превратить это в очень позитивный опыт. Рой, вот в 2003 году произошло невероятное. Ты победил Джо Руиса, и природный средневес, я таковым тебя считаю, стал чемпионом мира в супертяжелом весе. И, насколько я помню, WBA назначили тебя в качестве соперника Виталия Кличко. Проясни ситуацию. Вот одни говорят, что это ты отказался от боя с Виталием Кличко, а другие говорят, что это Кличко отказался от боя. Нет, не правда. Если бы они предложили мне Кличко, я бы согласился. Но я хотел Майка Тайсона, но Майка Тайсона тяжело было достать. И я хотел сначала побажаться с ним. А мне сказали, если бы мне предложили в правильное время Кличко, я бы с удовольствием с ним сразился. Я его, по крайней мере, я не отказывался от этого боя. Я хотел с ним биться. Или с Виталием. Владимир, мы уже озвучивали это в своих эфирах, и ты, наверное, слышал об этом и знаешь нашу точку зрения. Ты делаешь упор на шоу. То есть, привозя даже ветеранов, того же Тони и Роя Джонса, ты делаешь ставку на имена. Что-то в ближайшее время изменится в качестве этого работы? То есть, делать именно шоу с точки зрения качества бокса? Вот такой жесткий, неприятный, может быть, вопрос, но тем не менее он висит возле. Я думаю, что доказательство тому, что произойдет в субботу, очень серьезная карта. Якимов-Петернов. Федор Чудинов встречается с действующим чемпионом мира ВБФ. Посмотрите, какая разница между ними в независимом рейтинге бокс-рек. Откровенный вызов в бой Дмитрия Чудинова. Это два боксера из рейтинга. Первые, которые были доступны, назначены в ВБА. Подтвержден бой за временный титул. Каждый бой конкуренции. И, безусловно, украшение – это бой Роя с французским боксером. Это бои, результат которого вы, например, беретесь предсказать. Каждый из приезжих боксеров успел заявить, что он едет сюда за победой. Олег Лисеев больше не участвует в шоу? Олег Лисеев, он не допущен по медицинским показателям. Ему нельзя заниматься. Какие еще новые имена мы можем в ближайшее время услышать? Я думаю, что должен хорошо себя проявить Сергей Якимов. У нас в команде есть в этом весе боксер Алексей Стаканчиков. Они провели очень серьезные конкурентные спарринги. Даже Стаканчиков травмировался, не примет. У нас очень интересный боксер Рома Ломанов из сборной команды Азибаржана. Призер чемпионата мира, он дебютирует тоже в рамках этого шоу. И так получилось, что он боксирует с Сиваком Багдацаряном. Да, уже сотни болельщиков с той и другой стороны, которые идут в сторону этого. В этот раз шоу будет минимум. Будет очень много того бокса, о котором вы спросили. Рой, вот насколько известно мне, у тебя прекрасные отношения всегда были с Джеральдом Маклелланом. Вы даже на 96-й год намечали бой друг с другом. Но вот это произошла трагедия в бою с Найджелом Беном в 95-м году. И, насколько мне известно, именно ты стал главным локомотивом организации фонда в поддержке Джеральда Маклеллана. Расскажи об этом. И еще скажи, что сейчас в Америке происходит. Магомед Абдусаламов попал в тяжелую ситуацию. Как в таких ситуациях реагирует боксерская общественность в Америке? Я пытался помочь ему, потому что я думал, что, поскольку я друг, я должен сделать все, что могу, чтобы помочь ему выбраться. А у Абдусаламова такая же точная ситуация. Мне кажется, промоутеры и каналы все пытаются ему помочь. Канал, наверное, чувствует большую ответственность, даже большую, чем промоутер. Они чувствуют, что им нужно что-то сделать. Я считаю, что вот это тоже нужно в боксе исправить. Потому что нужно подготовку. Если что-то подобное происходит, что автоматически кто-то этим занимается. И это, кстати, одна из проблем боксов в США. Я надеюсь, в российском боксе это изменится, пока это не станет большой проблемой. Очень хорошо, Рой, что ты затронул этот момент. Потому что новый тренд HBO – это брутальные бои с таким серьезным разменом. Это очень кровопролитные бои. И мне кажется, если HBO любит такой бокс и продвигает его, она своеобразную ответственность должна нести перед боксерами. Правильно? Так и есть, так и есть. Потому что они, по сути, учат ребят, вот такой бой мы хотим увидеть на телевидении. Поэтому они должны заботиться о нем, если вдруг боксер страдает после такого боя. У них с кубинцами проблемы. Например, Ригендал, он борется очень умно, он избегает ударов. Это, собственно, и есть суть бокса. А по телевизору никто не хочет такого видеть, потому что это плохо продается. HBO хочет крови. Хорошо, если человек согласен на то, чтобы показывать кровь на ринге, тогда HBO должно иметь возможность позаботиться о нем, если что-то с ним случится. Как вот, например, с Абдусаламовым. Вспоним о Сергее Артемьеве, который в 90-е годы получил тяжелейшую травму в ринге. Но тогда ему помогала почти вся Америка. Дастин Хоффман был поклонником его таланта. Но у Магомеда Аддусаламова, в отличие от Сергея Артемьева, есть команда, уже серьезная, которая вывела его на бои в HBO. Что можно сказать о команде, которая рассчитывает, что сбор средств будет проводиться не с помощью страховки, не с помощью каких-то юридических моментов защиты здоровья своего боксера, а с помощью поклонников бокса, миллионов поклонников бокса. Я понимаю, что это радостно, когда миллионы людей пытаются свои деньги вложить в здоровье боксера, который пострадал. Нормально ли это? Я не знаю даже, нормально это или нет, но я знаю, что, честно говоря, любой человек, который может ему помочь, должен ему помогать. Если кто-то не может, то нет. А те, кто способен помогать, должен помогать. А я знаю, что канал, например, может. Поэтому я и назвал канал первым. Он, по сути, почти что жизнь свою отдал для того, чтобы показать хороший бой для канала на канале. Поэтому я бы сказал, что они должны в первую очередь идти к каналу, а потом к промоутеру. Потому что промоутер выбирает бой, промоутер ставит его в эту ситуацию. Он борется для тебя, для промоутера. И нужно заботиться о своем бойце. Рома, мы говорили о трагической судьбе Джеральда Маклеллана. Скажи, много ли ты знаешь боксеров? Ведь мы в основном видим вот эту вот звездную пену, да? То есть боксеров, которые добиваются успеха. Сколько в Америке боксеров-инвалидов? Есть ли такая статистика из твоих близких людей, кто стал, ну, испытал на себе трагические обстоятельства работы в ринге? Те, кто не стали звездами и которые сегодня, к сожалению, имеют плохое здоровье? Таких боксеров немало. Есть в твоей жизни такие люди, которым ты помогаешь, и которые есть. Вот живут в Америке сегодняшней. Сразу Вильфредо Бенитес приходит на ум. Очень много таких людей. Кимбл один из парней. У него была очень короткая карьера. Длинная, любительская. И это случается со многими бойцами. Есть те, которым помогают. Но мне Джимми Янг объяснил. Знаете Джимми Янга? Джимми Янг был с Джорджем Форманом. Когда его... На самом деле проблема была не столько в боксе. Просто 16-летний Фрейзер бился, например, с 22-летним и ним. И каждый день он знал об этом. То есть, в принципе, ему на мозги влияло не столько даже на физическом уровне. И многие через это проходят. Даже не смотрят телевизор, но проходят через подобное. Рой, вот вернемся к бою с Руисом. Вот многие считают, что... Понятно, что ты хотел. Ты хотел показать, что и с тяжеловеса... Тяжеловесы тебе по силам. Но это была ошибка. Ты набрал вес. Потом случился этот второй бой с Тарвером. И, знаешь, извини, что я скажу не слишком политкорректные вещи. Мне больно смотреть, поскольку я всегда был твоим болельщиком. Как ты выходишь в ринг, проигрываешь Тарверу, Хопкинсу. Я уж не говорю про Дэнни Грину. Все эти люди 15 лет назад не продержались бы против тебя и 12 раундов. Что заставляет тебя выходить в ринг? Я этим зарабатываю на жизнь. И я говорил, что какое-то время у меня не было цели. А сейчас я понял, что цель снова появилась. Я хочу вернуться. И я хочу делать то, что люди считают, что я могу делать. Люди говорили, что я не могу, потому что я был из Флориды. Но я добился этого. А сейчас люди говорят, что ты слишком старт, ты не можешь этого делать. Ну, хорошо, смотрите. Вот это я и делаю. Владимир, Арчи Мор, Форман, Хопкинс, которому сейчас уже сколько? Под 50 лет, да? 49 был. Рой тоже, в общем-то, ветеран ринга. Но что мы можем еще увидеть в исполнении Роя Джонса? Что мы делаем для того, чтобы возродить вот это отношение к его стилю и почерку, который помогает ему побеждать зрелищно и, главное, серьезных соперников? К счастью, мы живем в стране, где люди очень серьезно понимают в боксе. И то, что я вчера видел на короткой тренировке, что показал Рой, я бы очень сильно хотел, чтобы люди понимали, что профессиональный бокс состоит из такого большого количества мелочей и важна каждая мелочь. И он хранитель всего этого. Если сравнить с церковью, он священник, он носитель знаний. Он человек, который общается... Жрец, да? Жрец. Он обладатель уникального дара. Данным ему сверху. И он это все приземляет. Это действительно такое большое количество мелочей. Невозможно описать словами. Я присутствовал на большом количестве тренировок. Поверьте, много каких людей слышал, в том числе и в Америке. Но этот человек создал свое отношение к любой вещи, которая касается самого боя, к любой вещи, которая касается самого ринга. Все очень важно. Как ты одел перчатку, как ты ее повернул, на какую дистанцию ты стал, куда ты смотришь, куда ты двигаешься. Шаг, полшага. Это школа. Это действительно его дар. Это действительно только Рой Джонс знает и умеет делать. И вот давайте на это посмотрим. И я думаю, я считаю, что он в форме такой, что мы все насладимся. Кстати, вот тогда уже расскажите. У нас плохо известен вот этот французский боец, будущий соперник Роя Джонса. Расскажите о нем. Знаете, откуда он взялся? Действительно, соперника мы убирали вместе. И есть история. Есть чемпион UFC Андерсон Сильва, который бросил Рою Джонсу выбор. Вызов. Да, и мы ориентировались, чтобы взять кого-то примерно такого роста, таких габаритов. И предполагаю, что человек будет вести как-то так же бой, как его должен будет вести Андерсон Сильва. Смотрели что-то в голове. И тут вот звонок из Франции предложили. Люди сами хотят боксировать с Роем, да? Фух. Очень большой список. Сколько примерно сейчас кандидатов? Вот каждый раз. Сколько человек? Сейчас один. Француз. И он уже прилетел. Выходит на вас сколько каждый день? Вы знаете, это, наверное, было больше, чем 10. Но мы смотрели, потому что все должно иметь какой-то смысл и приносить пользу. В том числе у меня есть предложение. Я с этим предложением с помощью менеджеров Роя обращаюсь к Даню Уайт провести бой против Андерсона Сильва. Тоже в России. Колоссальный интерес. Большое количество поклонников и того, и другого. И вот он, пожалуйста, следующее событие, на которое стоит пойти. Рой, не очень удобный вопрос, но я озвучу его, поскольку я являюсь сторонником этой теории. И, может быть, даже не родоначальником, но, по крайней мере, в эфире я первый об этом сказал. Я считаю, что ты гениальный, одаренный спортсмен. Координацией, пластикой, скоростью. Пока у тебя эти были данные, ты работал в ринге. Как только возраст стал тебя подгонять, у тебя эта скорость ушла. Можно ли говорить о том, что у тебя была школа бокса, полноценная школа бокса, которая есть у Хопкинса, которая в свои годы работает передней рукой хорошо. Ну, то есть, вот эти вот компоненты, нюансы классической школы. Или все-таки это божий дар, который у тебя был, который со временем угасает из-за возраста. Что ты можешь ответить на эту точку зрения? У меня, кстати, школы больше, чем у Хопкинса. Я учился в большем числе школ, чем любой из них. Мне объясняли, что я делал, и поэтому я стал таким отличным комментатором. Я уже забыл больше, чем те ребята, когда-либо выучили. Эти ребята более скучные. Я еще и гений. У меня был талант. Бог действительно дал мне возможности. Рефлексы, конечно, сейчас немножко замедлились, но скорость, кстати, не упала этого напрасно. А то, что касается боксерских навыков, например, посмотрите на Майка Тайсона. Майк Тайсон, кроме Майка Тайсона, никто меня не побьет. И я в любой момент времени скажу это. Никто не сможет победить меня так, как Майк Тайсон. Мы тебя не слишком обижаем своими вопросами. Тебе удобно здесь, приятно находиться в студии? А? Не слишком обижаем тебя вопросами своими. Нет, нет, не обижайте. Ты говорила о работе комментатора. Сколько лет ты работала комментатором? Я задам два вопроса, ввели я с твоего позволения подряд. И вроде бы был слух, что с тобой разорвали контракт. Что не понравилось твоим комментариям руководителям канала, на котором ты работал? Или ты продолжаешь работать, комментируешь бои? И на каком канале? Я все еще работаю. С 96-го года я начал, потом останавливался, снова начинал. Мне нравится работа комментатора, это очень интересно. И я еще один из лучших, потому что я знаю спорт. Люди действительно могут говорить, что хотят, но если вы знаете, что идет речь, то, собственно, просто достаточно комментировать. Рой, у нас в России работает большое количество комментаторов, и, в общем, разные о них ходят мнения. Кто знает, кто понимает бокс, кто не понимает бокс. В Америке, вот там есть Ларри Мэрчант и прочее, прочее, прочее. Есть ли комментаторы в Америке, которые тебя просто раздражают, не нравятся, и ты считаешь, что им не место у комментаторской позиции? Вот такой вопрос я задаю прямой. Есть ли вообще такое? Или в Америке работают только профессионалы, которые знают бокс, и чувствуют его, и видят? Что касается комментаторов, одна из проблем в том, что они никогда, они не бойцы. То есть, они никогда не выходили на ринг сами. То есть, им кажется, что они знают и понимают, они видели, как это делает кто-то другой, но при этом они, на самом деле, до конца не понимают, что это, пока они сами не выходят на бокс. И поэтому иногда очень сложно слушать комментатора. Они говорят не из собственного опыта, а я говорю из собственного опыта. Но ведь надо еще уметь говорить. Не все же бойцы умеют говорить и видеть. Да-да-да, это правда. Да, не все могут артикулировать то, что они хотят сказать. То есть, в голове-то он, может быть, и понимает, но при этом он не знает, как это передать публике, как сказать словами то, что он видит. Это очень сложно. Кто лучший комментатор сегодня в мире бокса? На твой взгляд. Или в Америке хотя бы. Лучший, самый объективный. Мерчант, Харри Леттерман и Джим Лемпли. А Лемпли хорош, потому что он, хотя и никогда не был бойцом, у него есть уважение. И у него есть способ. Например, он знает, как подвести меня к вопросу, к тому, на ответ, на который хочет услышать аудитория. Он знает, чего хотят фанаты. Поэтому он может сделать так, чтобы я, например, ответил на вопросы, о которых хочет услышать публика. А большинство людей этого не понимает. А второй, он знает очень много о боксе. Он как энциклопедия. Он действительно понимает спорт. Рой, вот давай поговорим о теме, которая, во-первых, близка тебе. И мы с Алексеем без боли не можем говорить о ней. Это любительский бокс. Не секрет, что с середины 80-х годов происходят такие явления в любительском боксе, что в настоящий момент говорят, что это два разных вида спорта. Любительский бокс и профессиональный бокс. И мы смотрим, что даже Америка перестала давать, любительский бокс американский, перестал давать таких звезд, как Мухаммед Али, как Рей Леонард, Рой Джонс. У нас перестали появляться такие звезды. Пройдена точка невозврата. Что нужно сделать, чтобы любительский бокс снова стал интересен? Часть проблемы заключается в телевидении. Каналы готовят бойцов на телевидение. Те, которые боксируют для телевидения, совсем не о том. Бокс – это спорт, где нужно избежать ударов и ударить самому. Поэтому это очень сложно. Как можно стать отличным боксером, но в телевидении он не понравится. Соответственно, как зарабатывать деньги? Ты должен нравиться телевидению для того, чтобы зарабатывать деньги. Если в телевидении ты не нравишься, денег ты не заработаешь. Поэтому вот этот процесс происходит. Вернется ли это когда-нибудь в привычной ситуации, не знаю. Но просто люди, я надеюсь… Я, например, боксер, и поэтому я бил и избегал ударов. Я делал что-то, чтобы люди думали, что сейчас меня ударят. Если бы я этого не делал, обо мне тоже никто не знал. Потому что я бы просто бил, но не давал себе бить себя. Владимир, чему ты научился, работая с Роем Джонсом? Какие качества профессиональные ты приобрел в своем роде деятельности? Бить и не пропускать удары. Кто бил? Ну, делаешь что-то, что не дает возможности получить противодействие. То есть это очень высокого качества действия, которые действительно генерируют интерес к тому, что ты делаешь. Так это все-таки бокс или шахматы, ваша работа? Шахматы. Намного больше. Или шах-бокс? Нет, нет, нет. Не нужно сравнить. Это его величество бокс. И ты действительно, ну, у меня есть свое видение, да, за что вы меня критикуете. И мы вынуждены считаться с тем, что число любителей бокса, которые там буквально разберутся в технической части, довольно узкое количество. Но есть люди, которые хотят насладиться именно поединком, да, в их понимании. Это могут быть футбольные фанаты, это могут быть музыкальные фанаты. Но нам всем с ними по пути, потому что бокс, он, в общем-то, формирует воззрение на жизнь. Это все равно справедливость побеждает сильнейший, кто более талантлив, кто более упорный, кто больше на это потратил времени и кто больше заслужил эту победу. Рой, такой вопрос. Мы с Ильей считаем, вернее Илья считает, и я поддерживаю его, что бокс это вершина пирамиды единоборств. Что ни один вид единоборств не сравнится с боксом по качеству работы, по искусству, да, донесения, да, до соперника. Совершенству. Да, по совершенству. Как ты считаешь, во-первых, так ли это? Во-вторых, что сегодня с боксом происходит в Америке? Не вытесняет ли такой проект как UFC бокс? Мне кажется, что бокс в Америке имеет высокий уровень культуры и понимания публика, и что это никогда не случится. Проблема только в том, что в боксе, поскольку люди не получают тех боев, которые они хотели бы увидеть, поэтому они немножко отходят от бокса. Но не так уж много мейнстримного телевидения, например, сейчас Fox снова появляется, NBC снова показывает бои. То есть сейчас можно с самого начала следить за боксером, и так было раньше. Например, человек возвращается с олимпийских игр, можно смотреть, наблюдать за ним по телевидению, и потом он зарабатывает свое имя. А вот в последнее время этого не происходит. Не было никакого бесплатного телевидения, где можно было смотреть бойцов. На HBO такого невозможно было увидеть. Очень редко можно было их увидеть. Имена были на слуху. Но если вы человека не видите, то, безусловно, вы о нем забываете. И то же самое происходит с боксом. А ММА показывают по всем каналам. Все время. Поэтому вы знаете, как они двигаются, понимаете, какая у них техника, узнаете этих людей. Поэтому, конечно, вы смотрите, вы знаете этих людей, вы их смотрите. Потому что вам об этом сообщают. Вас информируют. А что касается бокса, вас никто не информирует. Но бокс – самый старейший спорт из всех. Там есть нокдауны. Понимаете? Там нет ничего суперсложного. Есть перчатки. Есть правила определенные. Сложно. Если кто-то наседает больше, вы наседаете больше. Вот сейчас это происходит. Когда дела идут плохо, я тоже больше борюсь. И бокс, собственно, об этом же. Это, возможно, самый лучший спорт для жизни. Потому что он создает модель поведения. Модель поведения для вашей обычной жизни. Боксу нужен свой Дана Уайт? Да, да, боксу нужен свой Дана Уайт. Потому что было бы больше контроля над тем, кто с кем бьется. Но есть еще масса вещей, которые боксу не нужно. Но один человек боксу точно нужен. Я вот очень хочу, чтобы был один человек. Потому что были бы бои. Если будет больше одного человека, начнутся проблемы внутренние. И, соответственно, будет несправедливо. Поэтому боксу нужен один человек. Человек наподобие Дана Уайт. Рой, вот сейчас многие говорят о будущем поединке, который может многих заинтересовать. Это Сергей Ковалев и Бернард Хопкинс. Может быть, тебе попытаться вернуться в 79,4 килограмма, если ты сможешь сделать вес и попытаться встретиться с Сергеем Ковалевым? Это был бы интересный поединок. Провокационный вопрос. Я не думаю, что... Я сейчас почти 94 килограмма, поэтому мне сложно на этом этапе карьеры вернуться. Но Хопкинс не может побить Ковалева. Ковалев остановит Хопкинса. Я знаю это. Это даже нет никаких сомнений. Хопкинс не хочет, чтобы его били. Поэтому для меня вопроса нет. Но... Я сделал все, что мог, когда бился с ним. А Ковалев отличный боец, очень хороший боец. А Хопкинс теперь не сможет его побить. В чем загадка Ковалева, когда смотришь на этого бойца? Вроде бы и по длине рук соперник соответствует ему, но он находит какие-то удивительные углы. Это тоже дар, да? В чем загадка Ковалева, на твой взгляд? Ты смотрел его бои? Помимо того, что он жесткий, да? В чем загадка? Почему он попадает? Вовремя? Он побеждает, потому что он агрессивный и сильный. Он не дает им времени подумать. Он агрессивно нападает на оппонента. Не дает возможности что-то сделать в ответ. И Ковалев не дает никакой возможности. Плюс он сильный панчер. Поэтому для большинства он очень крепкий орешек. Клевли, например, не мог его накрутировать. Владимир, сейчас Рой как-то персонально готовится к своему сопернику, который 21 числа выйдет против него в ринг. Или Рой живет в своем режиме, ему достаточно своего стиля, своего опыта, чтобы не готовиться? Готовится. Вчера он это подробно изложил. И вы увидите, что это действительно так. Есть очень многие вещи, которые натренированы к этому боксеру. В чем опасность соперника, на ваш взгляд, возможна? Все-таки это бокс? Мотивация. Это ему величество Рой Джонс. И мотивация каждого нанести хотя бы царапину. Я не говорю об ударе. Рой, вот какой бой, если можно так сказать, в твоей карьере тебе запомнился как наиболее совершенный? Вот где-то бой, в котором ты сделал все, что хотел сделать, и при этом порадовал публику. И все получилось. Очень много таких боев. Но самый... С Тони и с Руисом. Вот два боя, которые я бы особенно выделил. А с Ричардом Холлом? Нет, просто было весело. Не сказал бы, что это был идеальный бой. Не скажу, что это был мой лучший бой. Но, скорее всего, самое занимательное было представление. Совсем недавно ты приезжал в подмосковную Балашиху на турнир на призы Виктора Петровича Агеева. Владимир Хорюнов тебя привозил. Было огромное внимание. Тебя встречал президент Федерации профессионального бокса России, вице-президент Анатолий Петров. Ты сильно устаешь от таких поездок? И вообще, где тебя, в какой стране тебя лучше всего встречают, на твой взгляд? Только честно скажи. Я не устаю. Мне фанаты здесь очень нравятся. И поэтому я сейчас хочу получить паспорт Российской Федерации. Мне очень нравятся люди. Они такие милые. Даже дали мне золотую медаль. Это такое прекрасное место. И много таких мест. Даже когда я езжу в Сибирию, например, в Якутск. Фанаты настолько приветливые, что даже не важно, что там очень холодно. Я приехал сюда, и я знаю, что здесь обычно очень холодно. Но то, насколько тепло меня здесь встречают, делает это неважным. Я очень рад приезжать в таких обстоятельствах в Москву. Насколько люди приветливые и теплый прием. Все это для меня очень легко. Дорогие друзья, у нас осталась минута в эфире. Илья, прощайся. Я, как всегда, хочу пожелать всем любителям бокса наслаждаться сладкой наукой профессионального бокса. Особенно, когда эту сладкую науку представляет такой великий боец, как Рой Джонс. Ну и хочу пожелать традиционно всем, при любых обстоятельствах, защищайте себя. Дорогие друзья, у нас в этом году в эфире были такие легенды профессионального бокса. Александр Поветкин, Денис Лебедев, Руслан Проводников, Сергей Ковалев, другие боксеры. И вот, наконец, приехал Рой Джонс. Великий Рой Джонс. Мы счастливы. Благодарны Владимиру Хрюнову, что он посетил нас с этим великолепным человеком. И надеюсь, что этот эфир понравился не только телезрителям, но и Рой Джонсу. В следующем году мы выходим два раза в месяц. Смотрите нас, смотрите «Территорию бокса». Спасибо. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»